Поджог тополиного пуха стал причиной возгорания хозяйственных построек на улицах 1-й Заречной и 314-й стрелковой дивизии. К сожалению, виновные лица не установлены. Честники в очередной раз разъясняют населению правила пожарной безопасности. Предупреждают, что поджигать летний снег крайне опасно. Подробности далее. Детям, а порой и взрослым забавно поджигать тополиный пух. Многим интересно наблюдать, как огонь стремительно распространяется по белому ковру. Однако такая шалость может обернуться печальными последствиями. Два пожара из-за горящего пуха произошло в областном центре на улицах 314-й стрелковой дивизии и 1-й Заречной. К счастью, оба случая обошлись без жертв. В результате поджига пуха у нас на территории города произошло уже два пожара. В результате пожара у нас пострадало три хозпостройки, одна веранда и один жилой дом. По одному факту уже передали сотрудникам местной полицейской службы уже установлено лицо и производится досудебное расследование. Это у нас был пожар по 314-й стрелковой дивизии и 170. Пожароопасный сезон в регионе объявили еще в апреле. В этот период ЧС может возникнуть из-за любой оплошности, говорят огнеборцы. Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать элементарные правила. Ежедневные рейдовые мероприятия по недопущению поджигания пуха, травостоя. Также проводятся рейдовые мероприятия по многоэтажным жилым домам. Председателям КСК доводится информация о том, что необходимо данный пух водой поливать, прибивать его и после его можно будет подметать и убирать с территории. С начала года в городе произошло 106 пожаров, в результате которых погибли 8 человек. 19 получили травмы. Алишер Ашимов, Михаил Казначеев. Новости МТРК.